Слушай, есть такая история, ходит по интернету, да? Удар в сонную артерию. Через несколько секунд, естественно, ты просыпаешься, как ни в чем не было. В итоге она от отчаяния просто бросается, я ее беру в клинч, и она мне дает бычка. Ну, а Жили, наверное, шло в 10, конечно, так не симпатично, но в итоге стала командиром взвода заводского района, начала проходить подготовку в ВДВ, вот, научилась пользоваться оружием. Было огромное желание просто победить. В определенный период времени ты начала выходить на ринг на каблуках. Когда было нападение на меня, люди были вокруг, и всем было по барабану. В какой-то момент меня просто кто-то начинает душить. Я еще на каблуках его что-то пинаю, пинаю. Все борются за что? За зрелищность. Люди любят кровь. Самый сильный удар, он пронзает насквозь. Боже мой, сколько я падал, сколько слез я проливала, сколько у меня не получалось, и сколько мне хотелось сдаться, и каждый бой у тебя не на жизнь, а на смерть. Два человека над твоим унитазом стоят, хватаются за ноги. Максимально пытаюсь сконцентрироваться. Он, кстати, вон Дарьо нормально сказал Екатерина. Я просто максимально пытаюсь сконцентрироваться. Да, потому что вопрос вот она на чехере уже. На чехере. Всем привет. На связи Закот. У микрофона Андрей Игнащук. Здесь мы говорим о фитнесе, спорте и не только. И сегодня у нас в гостях Екатерина Вандарева. Кать, привет. Привет, Андрей. Извини, забыла твое отчество. Можно просто, Андрей. Кать, наверняка была какая-то история в твоей жизни, да, с которой ты начала свою спортивную деятельность. Что тебя привело к этому виду спорта? Можешь рассказать? На самом деле история моя была очень долгая. Начиная с того, что когда-то в нашу школу пришел представитель себе белорусского казачества. У нас есть в Беларуси белорусское казачество, по крайней мере, раньше было. Я вот сказала, отныне у нас будет кружок в школе по рукопашному бою, на который вы можете приходить, стренироваться. Я думаю, почему бы нет? Пошла. И надо сказать, что этот человек открыл меня с другой стороны. Я всегда была такой девочкой, которой давали медали за самую добрую девочку в школе. Всегда была такая прям хорошистка, да. Моя мама единственная, кто получила на выпускном грамоту за отличное воспитание дочери. То есть я всегда была примерная в этом плане такая прям. Девочка-зайчик такой. Вот. И пошла я на эти тренировки. В итоге стала командиром взвода заводского района. Начала проходить подготовку в ВДВ. Вот. Научилась пользоваться оружием, бросать гранаты, все как надо. Ну и, конечно, вот рукопашный бой. Вот дело, как вот защищаться. Нас выставляли на уши сэнда. Я, будучи не умея, наносить удары, в принципе, выносила всех с этого татами, потому что у меня было огромное желание просто победить. Потому что тот, кто нас тренировал, он реально говорил, ты лучше. Ты, ну вот, знаете, вот все-таки психология как играет. Хочу уточнить имя этого человека, да, который тебя к этому... Игорь Васильевич был такой, да, у нас... И вот он постоянно говорил о том, что ты особенная, ты можешь многое. То есть он меня как-то вот предметил, и я в себя саму поверила. И зажег этот огонь абсолютно. Да, да. И он говорил, меня между раундами даже тошнило просто, потому что мой организм был не способен на такие нагрузки, но меня ничего не остановило. Все, только гонг, все, полетела. Не умела бить открытой перчаткой, вот так вот била. И выиграла. Потом, к сожалению, он ушел. Я вот тоже ушла в волейбол. Поняла, что командный вид спорта – это не для меня все-таки как бы хорошо не получалось, все-таки лучше отвечать за свой результат сам. А не кто-то там бегает, тебе мешает, вообще не то. Вот, и мальчик говорит, у нас есть такой клуб KickFighter, в котором огромное количество чемпионов мира по тайскому боксу тренируется. Ты не хочешь прийти? И вот мне было почти 17 лет, прихожу в этот клуб, и там красавцы такие, представьте, чемпионы мира, да смотришь, думаю, боже мой. Затянуло тебя это сразу. Обалдеть, да, думаешь, если они смогли, то я тоже смогу. Я помню, я сразу зашла и сказала, пока я не стану чемпионкой мира, я не успокоюсь. На самом деле, ты же очень быстро стала чемпионкой мира, да, в течение года, если не ошибаюсь, да? Да, ну, год и два месяца, по-моему, было, если быть точным, так скажем. Потому что, честно говоря, когда мне говорили, вот я ехала на свой первый чемпионат мира, все говорили, только не бывает. Ты вот едешь, ты для опыта едешь. А я даже не рассматривала что-то, кроме сота. Да, в принципе, не рассматриваю. Думаю, боже мой, я столько работаю. Я же тогда как бы и на производстве работала в три смены, как бы и высшее образование получала, и подрабатывала, жила далеко от Минска, то есть спала по четыре часа. И при этом, ну, выполняла огромную работу. Думаю, блин, ну, я не могу просто, ну, проиграть. Это просто даже было немыслимо. Поэтому, когда я приехала на свой первый чемпионат мира, в принципе, я сразу знала, что все будет отлично. Слушай, есть такая история, ходит по интернету, да, что тебе вручал кубок, да, сам президент и сам король Таиланда, да? Нет, это, к сожалению, все. Приукрасили немного, да? Да, старенький, уже в то время, да, не ходил, уже многие считали, что вообще живых нет, там многие легенды были. Вручал этот кубок на день рождения короля Таиланда возле королевского дворца и член королевской семьи. Я не разбираюсь во всех этих людях, так скажем, но это был, да, представьте, королевская семья. И я очень хорошо помню этот момент, потому что до этого я боксировала на чемпионате мира, где я выиграла в первом бою победительницу всемирных игр, которую... А во втором бою я боксировала с тайской спортсменкой, сидела три тайских судьи и два иностранца. В итоге три тайских судьи дают победу своей тайской девочке, хотя было все понятно. А два иностранца мне, ну и три-два как бы. И мне такое вот это вот чувство несправедливости. К сожалению, да, у нас такой вид спорта, что это нормально. И тогда вручали вот этот Кубок лучшего бойца мира впервые американки. И я смотрела, думаю, блин, я должна быть на ней вместе. Это мое место. Я вот стояла с этой свечкой, как бы, и я помню, ну просто... Свечкой? Ну, у всех, кто... Было огромное там количество людей, был тоже день рождения короля Таиланда. Ну просто, ну это было как традиция в этот день. Да, это торжество проходило всегда в этот день. И я стояла и думаю, блин, вот это мое место. И так необычно, когда на следующий год все-таки это сбывается. И те присуждают титул лучшего бойца в мире. Это просто, ну конечно... Очень круто, когда, ребята, вот такой характер у человека. Прям слушаешь и на загляденье... Кать, поправь меня, если я не прав, да? Я буду перечислять твои регалии, да? Заслуги. Трехкратный чемпион мира, да? Многократный чемпион Европы. И неоднократный чемпион РБ. Ну, без этого никак, конечно. Без этого. Кать, на данный момент ты тренируешься? Если да, то как усердно, сколько тренируешься, где тренируешься? Расскажи немножко о своих тренировках. Да, до сих пор тренируюсь. Ну, у нас вообще принято тренироваться каждый день, кроме воскресенья. То есть у нас железная дисциплина. Не принято пропускать тренировки, то есть не принято опаздывать. То есть это у нас все строго. Единственное, в определенный промежуток времени, например, за месяц до боя может добавиться уже две тренировки в день. Да. А почему именно в воскресенье не тренируетесь? В церковь идете? Ну, выходной вообще принято. Хорошо. Кать, вот расскажи немножко о питании. Как ты питаешься во время подготовки к соревнованиям? И вот в межсезонье, может, есть какая-то вкусняшка какая-то? Ну, мне в этом плане очень сильно повезло. Генетика? Да, я, во-первых, я набираю вес только, когда тренируюсь. То есть когда я не тренируюсь, я очень сильно убавляюсь. Мой вес убавляется, мышечная масса. Естественно, я не хочу есть столько. Зачем? Не нужно столько. А когда вот тренируюсь, конечно, есть хочется просто постоянно. Ты об этом постоянно думаешь. И все сразу думают, блин, Катя, тебя что одевать, что кормить невыгодно? Потому что как бы у меня порции такие абсолютно не детские. Я ем каждые два часа, могу и постоянно. Что кушаешь? Ем все. Но я, надо признать, я не люблю всякие прям жесткие фастфуды. То есть я не понимаю, вот эти гамбургеры, там вот эти вот чизбургеры и так далее. Я люблю, конечно, курицу больше, индейку, морепродукты, если брать мясо. Очень, кстати, люблю, там даже тут брокколи вкусно, можно в бульоне сварить, там сыром запечь. Будет, блин, прекрасно. Не знаю, для меня это вкусно, например. Ну, конечно, макарошки, те же самые, картошечку могу опять с овощами. А или сладости там? Обязательно, три раза в день, как по расписанию, все, с чаем, с кофем села, без сладостей никак. Но, опять же, все же в это, в количество упирается. То есть я себе возьму там кусочек и съем его, в то время как у меня есть знакомые, которые, вот я ничего не ем, а при этом все равно там не худею там. И я сижу с ней, вот принесли торт. И пока мы сидели там буквально за пять минут, она пол торта съела, она даже не заметила, она даже не почувствовала. Все равно в количестве, да? Ну, в то время как я уже умерла от такого количества, как бы, ну... Инсулиновая кома наступила. Ну, то есть, да, все в количество упирается. Кать, может, на твоей памяти есть какой-то самый тяжелый бой, да, который у тебя был за всю твою карьеру? Ну, это не обязательно там физически, может, эмоционально, может, какая-то ситуация была. Мне кажется, каждый бой, на самом деле, даже который я выиграла, он в какой-то степени был тяжелый, потому что встречаются два человека, которые умеют бить, которые хотят выиграть, да, которые это делают. И тут такой факт, как бы, либо ты бьешь, либо тебя, и вот ты должен это преодолевать. Наверное, больше с моральной точки зрения мне было самое тяжелое когда-то с американкой боксировать в том плане, что, опять же, я была, вот это был такой бой, когда я выгоревшая абсолютно была, просто никакая. И при этом я все равно в таком состоянии, хотя она чемпионка мира, потом жила на чемпионшипу, я ее выигрывала по очкам, все хорошо, по технике. И вот я пропускаю абсолютно безобидные, которых я тысячу раз каждую тренировку пропускаю, это нормально, удар в сонную артерию. Что такое, когда ты пропускаешь сонную артерию? Туда не надо бить сильно, туда не надо бить как-то ловко просто, это вот тебе попали, все, отдается сигнал... Или даже в район шеи, да? Да, да, отдается сигнал мозг, что ты должен заснуть, ты засыпаешь. Через несколько секунд, естественно, ты просыпаешься, как ни в чем не было, как бы все. А бой закончен. А бой закончен, да, как и чего-то. Это было очень обидно, конечно, но было очень неприятно, что вот это... Знаете, когда ты выигрываешь, вот многих моих реально клевых боев нету даже в интернете, очень много. А ведь я выигрываю очень-очень много, как бы, но их нету просто в интернете. А это разлетелось просто везде, как это часто бывает. И просто, как все, кому не лень, это все комментировали. Это, ну, конечно, неприятно в таком месте. Но я рада, что есть огромная аудитория, которая меня в этот момент поддержала. И, в принципе, с той поддержкой, которой я встречаюсь на Лане, для меня, надо даже, честно сказать, неожиданно. Я помню, когда мне Супергерн, например, слили, как встала вся арена, начала кричать. Это такая сила. Я, кстати, вчера смотрел этот бой, да? Да, да. И это так невероятно, на самом деле. Просто кажется, ну что, люди, пришли посмотреть. Ну, им должно быть вообще все равно, кто выиграл, кто проиграл. Но нет, и до сих пор уже прошел год, они всем пишут, что вы коррупцией занимаетесь, что вы вот сливаете все время Барби, она должна быть чемпионкой. И просто поражаешься, что такое неравнодушие от людей, на самом деле, что кому-то не все равно. Кать, бывали в твоей карьере сечки, да, там пропущены? Расскажи, там, поломанный нос. Не, ну, в принципе, у нас всегда спрашивают, вот вы должны быть страшны и так далее. Важите мне, у нас лифтинг-эффект, каждую тренировку, у нас труд со всех сторон, у нас все там хорошо. Единственное, самое неприятное, это, конечно, страдает нос. Он, в принципе, мне кажется, мало людей даже вне спорта, который был бы ровно нос, и он бы не страдал там. А у нас, конечно, нарастает надкостница, она сдвигает где-то. Ну, ты немного на нос так разговариваешь, да, так? Ну, наверное. Вот. Конечно, носы наши страдают немножко, но не в такой степени, чтобы там умирать, там, как говорится, и все, это все делается. И надо потом исправлять. Еще из таких вот неприятных, это рассечение, конечно. Сечка над глазами там? Да, над глазами, потому что у нас есть локти, у нас есть колени, это все опасно, плюс мы боксируем в перчатках таких. В моем случае, когда я получила отсечку, вообще было интересный случай, когда просто соперница и все нормально боксировала, в итоге она от отчаяния просто бросается, я ее беру в клинч, и она мне дает бычка, как-то сказать. И у нее наобушишка, а у меня рассеклась боль, и все, как бы, помню, ну, ожили, наверное, шло в 10, конечно, так не симпатично, но через пару месяцев, в принципе, все проходит. Я должна сказать, что все, что в нашем спорте наносится, оно все проходит. То, что многие думают, что это касается, какой-то идет удар на мозги, что мы глупеем и так далее, даже наша НИИ проводила исследование именно на тай боксеров, не путайте с классическим боксом, это совершенно разные вещи, что за счет такого многофункционального виду спорта, где задействованы огромные красивые удары, да, то есть темнотеатрные секунды, развито мышление интеллектуальное на высшем уровне, и что касается самих мозгов, то МРТ, например, я прохожу каждые 3 месяца, это обязательная процедура, то есть у нас все должно быть идеально, у нас должно быть идеальное зрение, идеальное МРТ, идеальные анализы, без этого они нас просто не допустят. За своим здоровьем ты следишь, короче, от АДА. Ну, приходится, да. Хорошо, Калюш, расскажи немного о своем доходе, да, чем ты занимаешься на данный момент, может, ты проводишь тренировки, да, онлайн-курсы какие-то везешь? Нет, нет, абсолютно, я знаю, что принято, что все спортсмены тренируют. Все спортсмены тренируют, но на самом деле это же не так, да? Ну, не так, но, наверное, в 90% случаев все-таки так происходит, потому что спортсмены обычно посвящают всю свою жизнь, абсолютно все свое время, иногда даже не может там учиться, получать высшее образование, потому что он постоянно-постоянно на тренировках. Много чем приходится жертвовать. Да, очень много чем приходится жертвовать, ему тяжело, ему надо восстанавливаться и так далее, и поэтому он, ну, что он умеет делать, тренировать? Ну, на тренировке ходит, значит, и будет тренировать, в принципе. В моем же случае я никогда не была зависима от спорта, то есть мне никогда не устраивало, что у меня только вот спорт, спорт, спорт. Нет, я всегда, мне нужно было высшее образование, я его получала, я работала всегда сначала, конечно, с таких, с производства начинала, потом в офисной работе, как бы там по продажам, потом уже в туристической сфере и так далее, вот потихоньку росла. Ну, сейчас у меня, конечно, есть спорт и есть мои, как бы, новости спорта, которые я веду, в принципе, мне этого хватает, да. Расскажи немножко о своей личной жизни, да, знаю, у тебя есть сын, да, то есть мешает ли твоя спортивная карьера воспитанию сына? Ну, всегда, когда появляется ребенок, особенно как у меня, ну, нет возможности там сбагрить на бабушек, там, на дедушек и так далее. Конечно, это огромная зона ответственности, ты уже не живешь полностью своей жизни, то есть твоя жизнь, это жизнь ребенка, ты должен делять ему время. Тяжеловато совмещать, тем более, что я вышла, в принципе, из декрета, уже там, может, Тимурке месяцев 10-11 было, вот, и уже начала тренироваться. Некоторые, в принципе, не прекращают, ну, я вот такой немножко, да, сильно маленький, все-таки чуть-чуть с ним побыла. Вот, и просто, ну, я считаю, что это хорошо и для него, и для меня, потому что, во-первых, мама выплескивает лишнюю энергию, мама добрая. Во-вторых, у ребенка есть, как бы, пример в жизни, это очень сказывается, сколько бы мне что ни говорили, все-таки личный пример, это самое главное, что сказывается, особенно в таком раннем возрасте, на ребенка, он все просто всасывает в себя, и я там, если что-то дома делаю, он моментально, я тоже буду делать, то есть приседает, качается, там, что-нибудь такое. Хотела бы ты, чтобы сын пошел по твоим стопам, да, или вообще занимался спортом, как ты видишь, или ты оставишь его выбор? Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы он занимался чем-то, кроме как болтался по улице, это, безусловно, мне хочется, чтобы он был за ничем, ну, и сидел в компьютере, естественно. Вот, какой он спорт выберет, это уже я буду пробовать просто давать его разные виды спорта, чтобы он попробовал, там поигрался, там поигрался. Если его что-то вот прям заинтересует, он что-то, чем-то зажжется, то, ради бога, я его поддержу абсолютно во всем, то есть я не буду, как наши, ну, многие говорят, что в нашем виду спорта нельзя, а там убьют, покалечат. Нет, не убьют и не покалечат, потому что даже если взять тайский бокс, мы еще недавно были на 26-м месте по травматичности. То есть тот же футбол, тот же хоккей намного более травматичный, особенно если взять гимнастику, которая на первых позициях, там, как бы, здоровые дети, в принципе, не выходят из этого вида спорта. То, ну, в любом случае, я поддержу своего ребенка, его выбор. Ну, на данный момент я, конечно, пробую, там, футбол вот давала, он такой, мам, что-то мне не нравится, дети бегают, мешают мне это забивать. Скажем, что я должен их там с ними разбираться, то есть он тоже такой единоличник, наверное, больше, как я. Ну, плавает-сплавает, как бы, а там посмотрим. Хорошо, Кать, ты водишь авто, да? Ну, конечно. Да, конечно. Встречаются ли у тебя на дороге, скажем, мужчины, женщины, которые неадекватно водят авто? Как ты поступаешь в этом случае? Засигналиваешь тебя, сдерживаешь как-то свои эмоции? Так, ну, они, наверное, всем встречаются, к сожалению, мы... Даже когда я получала права... Сколько лет назад? Это было 11 лет назад, и... Хорошая стаж, да? Ну, да. Я помню, знаете, как набивают эту машинку, и вы по очереди, как бы, сдаете. Что значит набивают? Ну, значит, все, кто сдает, сдают, как бы, садятся в машину, то есть она полностью забита людьми. То есть впереди инструктор сидит первый, кто будет сдавать, и потом сзади еще три человека. Да, и все потихоньку вот сдают, и кто сдал, все, до свидания. Честно, я сдавала последнее в этой машине, но тем ребятам, которые до меня сдавали, я бы не дала права, честно. Им дали права, но я бы лично не дала, честно говорю. Потому что, ну, это, как говорится, тоже нужно иметь талант. Там, знаете, некоторые по десять раз сдают. И никак, я думаю, господи, слава богу, зачем вам, зачем? Потому что, ну, на дороге все непредсказуемо, все доли секунды, как бы, все может поменяться. Ну, и, в принципе, человеческий фактор, все мы устаем где-то, где-то можем затупить, как бы, без этого. Поэтому всегда я, например, своего опыта, конечно, уже вижу иногда за километр человека, который видно, что он, как бы, не очень хорошо ориентируется на дороге, ну, и стараюсь, как бы, его обойти. Конечно, я не буду, там, в лазе, там, бить морды и так далее. Но, если человек неуважительно себя ведет, то я, конечно, его потом не пропущу, просто, там, например, учитываю, что происходит на дороге. То есть, я выезжаю на дороге, вижу, что моя попа мешает другим, как бы, я всегда максимально подъеду, там, на разделительной полосе тоже стану так, что я не буду ни встречным. Умный водитель, короче, предугадываешь ситуацию. Ну, то есть, да. Ну, если, конечно, обидеть, то... То мало не покажется. Не буду, так скажем, быть лояльной в таких ситуациях. А так, ну, не нужно на это обращать внимание. Кать, скажи, считаешь ли ты себя рисковым человеком, да? Если да, то готова ты была бы рискнуть ради достижения какой-то цели? Мне кажется, каждый спортсмен, в принципе, человек, который идет к какой-то цели, он где-то в чем-то рискует и чем-то жертвует. Последнее время стало очень популярным, может, ты сидишь за этим, я думаю, обязательно сидишь, бои на голых кулаках. Да. Вот есть пару таких промоушенов известных, там, Топ-Док, например, да. Вот многие наши белорусские ребята выступают. Да, многие. Вот я даже знаю, там, Паша Шерест. Хочу передать привет, пользуюсь еще мой знакомый. Пашка, успехов тебя. Да, я тоже. Знаешь, Пашку, да? Конечно, знаю, да. Вот, очень мой хороший друг, Паша. Хороший, да. У тебя тяжелый бой будет, там, в мае, там, удачи тебе. Как ты смотришь на... У нас твой вообще знакомый, получается, я не знаю. Как ты смотришь на этот вид спорта, да? Многие просто считают его очень травмоопасным, но он настолько стал медийным. Прям за год. Я прям смотрел, как это сено, там они все... За год они такую популярность приобретели, там, чеки у них неплохие, как бы. Да, но в этом и дело, в принципе. Даже я боксирую по тайскому боксу, да, в такой организации. Нас сделали, что мы боксируем в этих обрезанных перчатках, которые, в принципе, голые руки, фактически, в них. Потому что все борются за что? За зрелищность. Люди любят кровь, люди любят... Хлепь зрелища. Да, нужно вот это зрелище. И, я не знаю, к счастью или к сожалению, многие организации за это борются. Это приводит, конечно, к травматизации. Без этого никак. То, что раньше я могла на обычных 10-силунцовых перчатках провести бой, и все будет отлично, то там даже вот какое-то мимо, оно даже просто сама перчатка даже царапает очень сильно. То, что парни наши боксируют, хорошо, что у них есть бои, потому что с этим у нас сейчас беда, в принципе. Но хотелось бы, чтобы все-таки они, конечно, свое здоровье сохранили, хорошо работали над защитой, потому что реально это очень опасно. Но, надо сказать, должное, когда-то испокон веков тот же тайский бокс начинался тоже на кулаках. У нас у всех сложился стереотип о бойцах Моя Тай женского пола, да, что они должны быть коротко подстрижены, да, все в татуировках, такие мужественные, то есть не иметь никакого сравнения с женственностью, да. Расскажи, как тебе удается сохранять женственность при всем этом, становиться чемпионкой мира? У тебя есть прозвище Барби, да? Расскажи немного об этом. Ну да, так получилось. Ну, говорили, что похоже. Раньше еще у меня были длинные волосы. Очень похоже. Ну да, не знаю. Ну вот люди, да, даже в Азии, они, в принципе, не могут заполнить мою имя фамилию, это для них сложно. Они все Барби, Барби, летайте Барба. Там, где не встречаешь, они вот именно так ко мне обращаются. Ну, так внешность, это же, как говорится, сила же она не дается от того, что кто страшнее, тот сильнее. Угрожающего. Ну да, нет такого. Как показывает мой опыт, наоборот. Вот девочки, которые, ну, вроде, блин, посмотришь, у нее даже мышц бывают, нету. Кажется, она даже на спортсменку не похожа. Там вот, как есть такие сестры, близнецы в России. У них вообще вот такие вот узенькие плечики, все, выходят, так бьют, что мама не горит. Так накидают в кабину, да? То есть у нас тот вид спорта, где и нет привязки к тому, что сколько у тебя мышц, значит, ты будешь там. Или татуировки, то ты будешь сильнее как-то. Я вот следил за твоими боями, в определенный период времени ты начал выходить на ринг на каблуках. Да, было такое. Это была специально какая-то такая проработанная маркетинговая фишечка, да, чтобы привлечь внимание к себе. Это больше был все-таки, наверное, призыв. Вот опять же, очень, особенно раньше, прям подавляли вот это вот, это не женский вид спорта, почему ты этим занимаешься и так далее. Я таким образом хотела показать, что вне рингом абсолютно нормальные люди, такие же, как и все женщины, которые, слава богу, рожают детей, как бы ничего не сказывается. Да, это все легенда, как бы, которая готовит и убирает, и как бы все у них хорошо, поэтому не нужно такие стереотипы вешать. Еще вот я знаю, среди всех профессиональных спортсменов есть такое негласное правило, да, не применять свои навыки в обычной жизни. Ну, типа спортсмен международного класса, тем более, да. Ну да, тем более это уголовное дело немножечко, да. Да, ты типа как с холодным оружием уже, да, типа со своими кулаками. Скажи, все-таки приходилось в обычной жизни применять свои навыки? Если да, расскажи немного. Слышал там о каком-то случае с маньяком там как-то пару лет назад? Да, было такое дело. На самом деле, я считаю, что какими-то определенными моментами самообороны должна владеть каждая женщина, потому что... Каждый человек должна... Да, в принципе, да, каждый человек. Ну, по статистике, каждая вторая женщина в мире подвергалась насилию. К сожалению, те или иной ситуации, с этим все сталкиваются. И хорошо, если это хорошо заканчивается. Потому что многие думают, что вот они ходят в людных местах, они только вот в проверенных, и все будет хорошо. Поверьте мне, когда было нападение на меня, люди были вокруг, и всем было по барабану абсолютно. Снимали на Аптекто. Ну, тогда еще не было, конечно, такого вот. Это было, может, лет даже 12 назад, когда на меня напали. Но тогда еще так не снимали. Но факт в том, что мужчины даже убегали, увидев этого маньяка. То есть вместо того, чтобы был свидетельцем помощи. Он как-то угрожающе выглядел? Или просто в плаще был? У меня было такое, что я поднялась на свой этаж, где у меня была квартира. Искала ключи, а там перегорела лампочка. Было темно, и я не могу найти свой ключ. Я вот смотрю и перебираю. В какой-то момент у меня просто кто-то начинает душить. А это так неожиданно. Ты замираешь, тебя душат. И вот когда заканчивается воздух, когда я начала задыхаться, вот как в боях, когда тебе тяжело. Когда ты задыхаешься, щелк, да, вот это Катя бить, вот это вот бить. И все, я помню, начала бить, бить, бить. Он упал, я еще на кабуках его что-то пинаю, пинаю. Потом понимаешь, что, ну, все-таки нас обучали, что если такая есть возможность убежать, нужно убежать. Все, пока он лежит там, все, я побежала вниз. Помню, шли мужчины, он летит сверху там. И мужчины убегают просто, видев этого. Ну, он такой огромный был такой, маньяк этот. Вот, порвал мне рубашку там, все, но... Как это все закончилось? Как это закончилось, я выбежала с подъезда, и просто он куда-то исчез. Я позвонила друзьям, они приехали, искали его, ну, не нашли, к сожалению. Ну, у меня были, я помню, вообще сдерты все косточки, локоть, потому что я так била уже, это конкретно, это... Наверняка, короче. Просто в кровь, ну... Вот, ну, видите, как пригодилось. А вот если бы этого не было, я, честно, я не представляю, как бы я бы пыталась в этой ситуации. Перейдем к боди, скажем, к какой-то позитивной теме. Давай, расскажи, вот как проходит твой обыденный день, да, когда нету тренировок, да, вот выходной, да. Расскажи, как ты любишь проводить свободное время, может, есть какие-то у тебя увлечения. Ой, мои-то годы, господи, мне бы, честно, и тогда хочется просто... Лечь и не трогайся. Да, ну, так не получается, там, надо придет... Все равно что-то делать, как бы поездить, там, с ребенком куда-нибудь в кино сходим и так далее. Ну, мне повезло в этой жизни, что, в принципе, то, чем я занимаюсь, это и есть мое хобби, оно... Приносит удовольствие. Да, оно приносит удовольствие мне, да. Поэтому, как бы, у меня с этим проблем нет, я не ищу что-то на стороне. Присутствуйте в твоей жизни алкогой, как ты к этому относишься? Ходишь ты, ты посещаешь, там, ночные клубы, да? Расскажи немножко вот об этом. Ну, что касается алкоголя, конечно, в период подготовки, ну, я вообще не употребляю, тем более это нет смысла никакого, потому что... Не будет результата. Дело в том, что, да, и где-то, как мне объясняла врач, вырабатывают такие гормоны, когда ты прямо на своей самой максимальной физической подготовке уже подходишь, которые вот это все гасит. Ну, в принципе, ты просто переводишь продукты, не пинеешь и ничего, в принципе. Что касается вне, я могу, конечно, там, бокал, два вина выпить, и мне, поверьте мне, мне этого будет вот так вот хватать, у меня нет такого что-то победного там. У меня просто... Культура питья. Ну, у меня даже не культура, у меня это организмом заложено, то есть я там выпью бокал два, все, расслаблюсь, и у меня вот так как щелчок. Дальше я, в принципе, физически даже не могу пить, потому что для меня это очень-очень горько, очень вкусно становится, то есть оно просто полнейшее отвращение. Я не знаю, как это описать, вот оно есть у меня в организме, и все, с этим ничего не сделаешь. Поэтому, слава богу, у меня нет таких происшествий, когда кто-то мог им сказать, что я там как-то себя неприлично вивала под этим делом. Где-то это может присутствовать, но, конечно, к сожалению, в нашей стране очень многие те, кто даже каждый день употребляют, говорят, что они как бы... У них нет проблем, все хорошо, на самом деле, к сожалению, толку. А ни один алкоголик не скажет, что алкоголик. Да, ни один. Это правда есть такое. Хорошо, Кать, расскажи твой критерий отбора, может, в прошлое время. Раньше ты выбирала парней, либо друзей по общению. Они обязательно должны всем заниматься спортом, боксом, просто спортом. Либо это могут быть люди разношерстные, скажем, с IT-сферой. Ну, как-то, видите, принято, что часто, да, с одной сферы все люди сближаются, понятное дело, немного общаются. Круг общения все расскажите. Да, один тоже круг общения. В моей жизни не было такого, чтобы я была влюблена прямо или сильно любила какого-то спортсмена. Или, наверное, вернее сказать, я о них слишком много знаю. Я, в принципе, не могу. Ну, как-то я их все-таки воспринимаю как товарища по своей команде, вот, по своему важному делу. И не хочу в этом чем-то портить, как бы, какими-то отношениями и так далее. Вот, поэтому спортсменов как-то вот я в личном плане никогда не воспринимала абсолютно. Есть, может, какая-то там сфера, да, деятельности, в которой бы ты хотела себя параллельно спорту развить? Ибо ты, может, развиваешь себя, может, бизнес, может, принимательство какое-то. Вот недавно в моей жизни, ну, как недавно, два года назад появилась такая вещь, как телевидение, да, где я веду новости спорта. Для меня это было открытие. На каком канале тебя можно увидеть? Я веду новости спорта на телеканале СТВ. Для меня это стало открытием, потому что я совершенно стала по-другому смотреть на других спортсменов. Я узнала много других спортсменов, и я удивилась, насколько у нас много реально топовых спортсменов, которые никто не знает абсолютно. Не медийные, да? Не медийные. В том-то деле у нас проблема с этим есть определенная. И как здорово, когда ты можешь передать эти эмоции. Потому что, ну, вы же знаете, обычно как диктор читает, да, ну, все эти новости, а я не могу, да, у меня прям внутри, я не знаю, у меня бывает даже как бы слезы наворачиваются, когда я какие-то личные там про беременность рассказываю, особенно по-женски, там еще что-нибудь. Это так здорово, когда ты можешь передать это, ну, ты понимаешь, что у них внутри можешь вот свои эмоции передать в новостях. Это как бы прожить это все и узнать как бы больше, опять же, с одной стороны я спорта, с другой стороны я могу себя показать, и мне это реально нравится. Волнительно это все, вот, выходить в эфир, да, там прямой эфир у вас, так понимаю, волнительно, есть там чувство тревоги, да, ты расскажи об этом. Да. Борешься с этим? Я как-то с первого дня работаю только в прямых эфирах, и мне казалось, что когда-то я к этому привыкну и буду вообще садиться вот как, ну, к себе домой, как мне говорили там некоторые. На самом деле прошло уже много времени, и каждый эфир — это то же самое, как на бой, когда ты выходишь, ты переживаешь, ты волнуешься, это твоя зона ответственности, ты хочешь, чтобы все хорошо прошло. Естественно, ну, главное там сидеть, успокоиться, вот, чтобы все хорошо было, не задыхаться, ничего. Вот, поэтому это всегда очень волнительно. Вот скажи, внешность на ринге имеет и какое-то значение, да? Вот судьи отдают предпочтение или нет? Было ли в твоей практике такое, что ты прям замечала, что на это ставили акцент? Расскажи немножко об этом. Ну, это на самом деле очень интересный вопрос, потому что, конечно, на силу это не влияет, то есть от этого я сильнее не становлюсь и так далее, это все чисто наработки. Но что касается боев, надо отметить, что у нас в стране, на самом деле, очень много чемпионов мира по тайском боксе. Очень много, как и в России, как в любой стране, в принципе, у нас очень хорошая школа. Но на профессиональные бои звали только в основном меня. То есть, получается, я в свое время, естественно, воспользовалась этим моментом, как бы, этой внешности. Зрители, естественно, особенно в Азии нравится, что внешечко там белое такое прыгает в ринге, и почему бы нет, как бы. Естественно, это цепляет. Как бы эстетика, она везде нужна. Но кроме этого должна быть энергия, конечно, то, какие ты бои показываешь, да, что от тебя исходит. Потому что часто мои бои, конечно, когда зритель просто гудит, там встает, если я там не сплю, если все хорошо. Поэтому эмоции тоже играют роль. Очень много, видите, факторов складывается, но если чего оттолкнуться, этим нужно пользоваться. Сыграло ли это какую-то роль при выборе тебя телеведущей? Конечно, напрямую такой вопрос не задавала тем, кто меня выбрал. Но я думаю, конечно, людям нравится, когда человек выглядит эстетично, хорошо в кадре, хотя новостные ведущие — это больше, конечно, про серьезных таких. Но вот у нас спорт немножко другой. А как поступило предложение быть телеведущей? Ну, напрямую поступило. Они хотели бы попробовать себя в качестве ведущей спортивных новостей. Я приехала, вот пару раз попробовала на суфлёре. Гензир сказал, у меня всё вообще устраивайте, позапускайте. И честно сказать, я думала, боже мой, если я с тем, как я разговариваю, смогла... Каждый сможет. Да, думала, что каждый. Но в итоге у нас, например, сейчас очень много передач всяких появляется, набираются ведущие, огромное количество людей приходит. Причём приходят те, кто поют, например, в опере, выступают в театре. И у них вообще, у них запинка на запинке, у них ничего не получается абсолютно. Некоторые реально по 3-4 месяца ходят. И, ну, как бы и ничего. Харизма? Оказывается, нет. Но это тоже надо уметь. Даже суфлёра, как говорится, где-то почитать, где-то сориентироваться. Всякие бывают проблемы. Бывает и суфлёр слетает. Бывает, что-то падает там в прямом эфире. Там что-то забывается. Ну, запинаешься, там что-то скажешь не так. Поэтому это всё надо уметь сориентироваться, делать вид, чтобы всё прекрасно. Ещё вспомнила. Насчёт внешности. Было у меня такое на работе, что позвонили на горячую линию и пожаловались на меня. Сказали... Очень красиво. Перещу. Сказали... А в то время мы ввели новости стоя. То есть было видно, как... Ну, я с ног до головы меня, так скажем. Это сейчас за столом. А там было у меня стоя. Так можем и сейчас показать тоже с ног. Да-да. И вот мужчина позвонил, сказал, у вас ведущая без штанов стоит. Вообще просто, в принципе, непонятно. Так и было без штанов, да? Говорит, я не знаю, что... Делайте, что хотите, но у вас ведущая без штанов. А чтобы вы понимали, я была в чёрных классических брюках. У меня был удлинённый пиджак. То есть вот дошли до того, что мужчина видит меня без штанов, как бы, в этом самом эфире. Ну, бывает такое, оказывается. Я так понял, по тебе, ты человек, который любит мечтать, да? Который любит... Ой, очень. Вот, это очень заметно по тебе. Может, есть у тебя какие-то там мысли, да, о будущем, о каком-то звании, да, о каком-то титуле, о каком-то бое? Конечно, но и надо признаться, что в своё время я уже завоевала все возможные мировые титулы. Да, вот я об этом тему, да. И у меня нету такой уже первой задачи, там, коллекционировать эти ремни без конца, эти медали и так далее. Да, это абсолютно бесполезно. Мне просто нравится тем, что я занимаюсь, мне хочется, как бы, ещё и ещё раз. Это же как наркотик. Ты когда побеждаешь, это у тебя такие всплески эмоций происходят, которые ты в жизни практически нигде не встретишь. Наркотики — это зло, ребят. Но вот это вот такой вот, да, спортивный наркотик, и из-за этого многие спортсмены уходят, как и я, это уже дважды уходила, и возвращаешься, потому что хочешь вновь и вновь испытывать эти эмоции. Без них никак. А так, что касается моей жизни, конечно, я всё-таки больше уже в серьёзном виде себя вижу, как бы в серьёзной работе. И хочется очень много путешествовать. Это прямо моё. Вот зацеплюсь за эту тему. Ты сказала, ты дважды уходила. Да. Я так понимаю, один раз, наверное, по беременности, да, Тима? Ну, второй раз, да, по беременности. Расскажи немножко. Я первый раз сама по себе. Первый раз я уходила, когда... Так часто бывает. Я помню, я была чемпионкой мира уже, блин, даже, кстати, уже многократной чемпионкой мира, а меня никто не знал, как это у нас, в принципе, в стране нормально, абсолютно. Ты не пришла к нам на подкаст просто ещё. Ну, и так было обидно, представляете, даже когда мне лучшим бойцом мира признали, твоё имя вносится в историю. Это вообще-то первая белорусская была, которая такое звание. И при этом об этом ни одна газета, никто вообще... Даже Федерация Тайском боксинге никто не поздравил с этим. Вообще абсолютно игнор. Вот. А с чем это связано? Почему у вас там такая подковёрная... Ну, во-первых, у нас, да, конкуренция очень большая. Каждый двигает своего бойца. Это, в принципе, нормально в федерациях такая тема. Вот. И я думаю, что мне с этим делать? Думаю, я вот на крайнем чемпионке мира. Я от этого не зарабатываю. У нас такой вид спорта, что, ну, ты не заработаешь. У нас... Если там получаешь даже какую-то стипендию, то она будет очень-очень маленькая. Даже не проживёшь, не прокормишь себя на этом. То есть это же олимпийский вид спорта? Это не олимпийский вид спорта. Поэтому у нас лично в стране это не поддерживается. Других, да. В той же Турции, в Таиланде ты выиграешь золото, всё, ты купишь себе квартиру без проблем. У нас, ну, за ту сумму, которую ты получишь, если ты её получишь, и я не всегда получала, пару месяцев ты покушаешь, всё. Настолько она, как бы, небольшая. Я думаю, что мне с этим делать? Мне хочется идти дальше, но при этом у меня уже нет мотивации. И вот как бы я двигалась, опять же, используя свою внешность где-то. Вот по этой вот лестнице. Пользовалась своими плюсами. Ну, да. И меня заметили, там вот как-то так получилось, что судьба свела меня с одним менеджером, который пригласил меня побоксировать в то время в популярной версии W5 в Москве. В Москве, когда я побоксировала, это написали более чем в ста изданиях. И уже от них, уже с России, уже пошло к нам, уже пошло в Китай, уже везде начали писать обо мне и начали везде приглашать. И вот так вот как бы и происходит. То есть мечта может сбыться, но первый шаг всё равно за тобой. Да, да, к сожалению. И вот когда вот эта вот вся популярность, так скажем, пошла, я этого хлебнула. Вы знаете, что это несёт не только позитивные, но и негативные моменты. Я думаю, боже мой, зачем мне это надо абсолютно? Я просто, опять же, у меня был каждый месяц бой, и было полнейшее опустошение. Я ушла из спорта, и мне казалось, что никогда не форумс. У меня не было три года. Я ни разу не присела, не отжалась, ничего, была очень худой. Вот, ну, ходила на работу пока, что она мне была тоже любима, мне она очень нравилась, как бы, коллектив. И потом всё, в какой-то момент всё-таки я возвращаюсь и опять же боксирую, пока не ухожу в декрет. Смотри, вот, ты говоришь, была полностью опустошена. Вот что является на данный момент твоей зарядкой? Как ты эмоционально подзаряжаешься, да? Что доставляется самое огромное удовольствие в жизни? Ты приходишь тоже, там, после тренировочки полностью разряжено, планы о будущем, мечты какие-то, амбиции какие-то. Да, конечно. Я по себе замечаю, если ты приходишь домой, и когда ложишься спать, ты ни о чём не мечтаешь, а начинаешь вот ковыряться в своей голове, в своих проблемах, думать, вот, там, какой-то вот человек тебе попался, или какая-то ситуация, её прокручишь, как могло бы быть, всё это, блин, похоронное дело, от этого нужно избавляться. Очень хороший совет, да. Это вообще всё, это ты начинаешь себя накручивать, как бы я сделал, как бы я ответил, это вообще ужасно, конечно. Всё-таки нужно ложиться и представлять свою идеальную картинку мира, свою, вот это, что бы тебе всё-таки хотелось, и всё, и тогда просыпаешься, всё, бывает уже, кажется, всё, зачем мне это нужно, всё, чего? Ну и, конечно, важно отдохнуть где-то в каком-то этом моменте, где-то пойти, вот что тебе хочется? Вот хочется сходить в бар, ходи в бар, сходишь с подружками, с подружками там, хочешь там поиграться, где-то во что-то там сходить, и всё. У каждого своё место силы есть какое-то, да? Да, перезарядиться, и всё, и кажется, всё уже, всё нормально, что ты переживала, чего-то ты там уже вообще, не знаю, накрутила себя, сразу всё отпускаешь. Наверняка за свою длинную карьеру, да, ты попутешествовал, ты говоришь, в основном бои проходят в странах Азии, да? По счастью. Да, да, частенько тебе получалось выезжать за границу и получалось тебе там отдохнуть, скажем, да? То есть, вот ты поехала на бой, да, есть у тебя какое-то свободное времечко, как ты там любишь его проводить? Может, ты в час дня любишь выходить к морю во время солнца и читать книгу? На самом деле, хороший вопрос, потому что я посетила более 30 стран мира, но на самом деле, ну, видела очень-очень немного, потому что есть такая проблема, когда ты приезжаешь работать, когда ты приезжаешь фоксировать, да, у тебя режим, ты занят этими всеми тестами, там, взвешивания и так далее, то есть, ты видишь гостиницу, арену, в принципе, ну, все, и самолетик как бы. Но вот последний раз, в принципе, я это восполнила, я в Сингапуре была четвертый раз, до этого я Сингапур не видела вообще, моя нога даже не касалась Сингапура, потому что были ковидные ограничения, тебя забирают в подвале аэропорта, отвозят в подвал отеля, с подвала отеля в подвал арены, то есть, если ты не соприкасаешься ни с какими людьми, ты не имеешь права выходить на улицу, то есть карантин, все. А первый раз вот сейчас все сняли, естественно, я дорвалась, я уже пошла пешком, даже на все эти достопримечательности, смотреть, в зоопарк съездила, здесь было, ну, классный город. Ой, ну, красиво, но он маленький, правда, там сильно много не надо времени. Хорошо, Катюша, давай перейдем к школам единоборств, у нас в городе Минске, да, может, ты подскажешь, не называй там определенные какие-то названия школы, какие они есть, есть ли они, и чтобы ты бы, наверное, посоветовала, какие критерии, да, на которые нужно опереться при выборе той или иной школы. Самое главное – это тренер. За тренером поездок. За тренером это все стоит на самом деле, чтобы он был заинтересован, и потому что сейчас на каждом углу есть школы тайского бокса, клубы тайского бокса, это просто уже переросло все невообразимые рамки. Иногда даже приходишь в какой-то клуб, случайно попадаешь, там, вот, чемпион мира, там, блин, пятикратный, а ты его первый раз видишь, и он, я уверена, меня первый раз видит вообще, откуда у него эти титулы, как так получилось, ну, то есть, очень много удивительных вещей. Поэтому очень важно все-таки приходить тем, кто знает не понаслышке, что такое тайский бокс, потому что надо много времени провести в ринге, чтобы понимать, как это все работает. Очень часто даже комментаторы, которые озвучивают все эти бои, они такое несут, а зритель думает, о, это круто, там, они все шарят, на самом деле, вообще чушь полнейшую несут, абсолютно. Просто уверенно подают. Да, просто уверенно подают, это же все-таки не футбол, как бы комментировать, там много особенностей. Например, зрители часто, вот когда, знаете, у бойца отлетает голова, так далеко, думают, о, какой сильный удар. На самом деле, нет, тут принцип пули. Самый сильный удар, принцип пули. Ну, как пуля, вот когда она вас поражает, у вас что, голова не отлетает? Не знаю, ни разу не поражала. Ну, можешь представить, что она пронзает насквозь, так же сюда же, самый сильный удар, он пронзает насквозь. А толчковый удар, он отталкивает, он отталкивает, да, и так летит голова, и кажется, блин, вообще, физика седьмой класс. А на самом деле, детский сад просто, он толкнул твою голову немножко, и все, вот, и зритель, как бы, вот не понимает, не может уже знать, кто сильнее бьет, как бы, в этот момент. Скажи, ты сейчас тренируешься в каком сзади? Ты тренируешься под руководством какого-то тренера, да, и сама сейчас проводишь тренировки? Все-таки, как нужно выбрать правильно тренера, он должен действительно представлять, что это такое, во-первых. Во-вторых, он должен быть заинтересован, потому что часто, даже за нашими мальчиками, наблюдая, вижу, что они, да тут, ой, попинай мешок, и сами там в телефоне, там, ну то есть, это не их, ну как бы, ну у них нет выбора, они тренируют, как бы, вот получается, что получается, все-таки тренер должен нести энергию. Я помню, когда я пришла, мой первый тренер был Кулебин и Коцур Андрей. Кулебин Андрей, который на данный момент, сколько, 26-кратный чемпион мира, абсолютно рекордсмен в этом плане. Это просто нереально, когда ты видишь эти горящие глаза, эти скулы, у него такая же, как бы, комплекция, как у меня, когда все мышцы вот эти вот торчат, там, прямо анатомию можно изучать, все понятно. И все, и ты видишь, и у тебя самого появляется энергия, желание. Когда ты приходишь, вот это вот, ну там, вот это вот, ну естественно, кому это что надо, как бы. Еще полезная рекомендация. Почему-то многие об этом забывают или вот как-то, может, стесняются и так далее. Я бы рекомендовала все-таки мальчикам выбирать все в тренеры женский пол, если они не хотят быть профессиональными бойцами, если не для себя. И наоборот. Ну потому, что такова наша природа. Он нормальный мужчина, нормальная женщина при противоположном поле стараться. Он наделяет нас дополнительной энергией. Мне, например, даже работать где-то комфортнее с мужчиной. Я хочу договориться, естественно, потому что женщины же такие коварные, как бы, друг с дружком. А с мужчиной всегда договоришься. Мне, как бы, всегда в этом проще. В этом плане тоже хорошо, если ты не преследуешь цели там мировых завоеваний, так скажем, то для себя это очень-очень здорово, если у тебя тренер противоположного пола. У нас в Беларуси, известные есть у нас? Ну, такие прям известные. Прям топовые, да. Прям топовых таких нет, потому что обычно они начинают тренировать, вот выращивают вот этих вот синёчков, как говорится, до определённого уровня. А кто-то их подбирает. И потом их, да, отдают уже в школы, где тренируют топовый мужчина-тренер, который уже, как бы, это много-много лет. Женщины обычно прям до таких вот высот не доводят, они вот начальные. Вот то, что ты сказала про энергетику, да, это очень круто и правильно. То, что ты хочешь донести людям, должно гореть у самого тебя. Да. Вот я веду с тобой беседу, ты настолько энергичный, настолько заряженный человек, да, прям по глазам, по интонации это всё видно, так что круто сделано. Ну, есть такое. Про твой зал, твоего тренера в двух словах буквально. Ну, вот на данный момент я тренируюсь в Гридин Джим, наверное, в какой-то степени легендарный клуб стал. Чем легендарный, расскажем? Потому что, во-первых, тренер наш Гридин Андрей Сергеевич, который любит своё дело просто необыкновенно, необыкновенно, который выглядит прелестно. Вот так интересно даже наблюдать, да, вот я смотрю на своих 60-летних родителей, да, это о том, что вот спорт там губит здоровье, внешность и так далее. И смотрю на наших тренеров, которые такие, такого же возраста, тоже им по 60 лет, это как будто две разные, два разных человека, абсолютно. насколько они у нас молодые тренера, энергичные, красивые. Вот если бы не Седина вообще, даже никогда бы не сказала, то есть они реально на 15, на 20, даже больше, выглядят лет младше своего возраста. Они модняво одеваются, потому что они заряжаются нашей, опять же, энергией вот этой вот. Круто. Вот. И вот такой же наш Гридин, он фантик своего дела, он всегда подмечает какие-то тонкие такие, вот знаете, вещи, он видит их, подскажет себе, ты запомнишь, и потом это сделаешь. Это очень-очень здорово. Ну и, конечно, у него такие воспитанники, которые те же самые чемпионы, лайн-чемпионшипы, Рома Крыкли, абсолютный в тяжах, которому лучшим бойцом мира был, опять же, признан по этой версии. Тоже Чингис Алазов, который номер один мирового кикбоксинга на данный момент, поэтому, ну, это здорово. Ну, мне, конечно, когда я пришла, было очень-очень тяжело, потому что такие топовые спортсмены, прям, плюс я стою с мальчиками, в основном девочек практически нету. То есть ты в спорт, в спарринге стоишь с ребятами? Да, в основном с ребятами, да. 90% случаев я стою с ребятами, которые, естественно... Есть там какая-то уступка, типа, ну, или там вы по полной выкладываетесь, то есть парень? Ой, по-разному. Мужчины же разные бывают. Есть такие, которые, да, вот я не могу убить женщину, и он будет на технику с тобой работать, и всё. А есть такие, которые, наоборот, пользоваться этим моментом, и там уже не на жизнь, а на смерть будет борьба. Поэтому у всех своя психология, нужно ко всему быть готовым. Поэтому вот так и живём, в принципе. Слушай, расскажи немного о своём распорядке дня. То есть во сколько ты... Подъём у тебя, да, во сколько у тебя отбой? То есть это какой-то там прям график-график, это бывают какие-то погрешности? Ну, обычно, да, всё чётко, потому что стою, я веду ребёнка, ну, кормлю, я веду ребёнка в садик. Потом уже еду на тренировку. Вот после тренировки обедаю там, что-нибудь готовлю там, там что-нибудь упираю. Ну, и всё, я уже еду на работу, потому что у меня, в принципе, эфиры уже до 12 ночи бывают. А во сколько у тебя в 12, да? Ну, по-разному. Если я приеду раньше, то могу в 11 там лечь вот так вот. Ну, я из тех людей, которые, конечно, мне хочется намного позже лечь спать, и мне потом тяжело с утра вставать. Сколько я не пыталась перестроиться, чтобы раньше лечь спать? Нет. Всё, ложишься у тебя там, вся жизнь, там вообще, там Болливуды у тебя в голове, там вообще бразильские сериалы, не можешь заснуть. Катя, вот смотришь на твой сильный характер и восхищаешься, да, твоей уверенностью в своём. Как вот приобрести вот это, да? Что позволяет тебе просыпаться каждое утро, да, и идти на тренировок делать монотонно, постоянно одно и то же? Подскажи нашим слушателям, как прийти к этому? Ох, мне кажется, что сила воли — это, в принципе, самое важное, что может быть, и что должно быть в каждом человеке. Как бы вам там ни казалось, что кто-то талантливее, красивее и так далее, или, да, в этом есть доля правды, но вы такой, как есть, и у вас тоже есть что-то особенное, на самом деле. Каждому человеку что-то дано, важно просто это развить, и важно понимать, что если кто-то смог, как бы, в деле, в котором вы вошли, да, сделать так, значит, вы сможете ещё лучше, просто у вас должен быть другой путь. Подход немного. Да, другой, но вы должны найти свой подход, но что, надо работать, естественно, так не бывает, что оно сваливается с неба и так далее. Но я сколько замечала, вот я ставлю перед себе целью, да, и прям ей нужно, естественно, гореть, она должна вот здесь вот прямо трепетать должна, на самом деле. Должна ложиться спать, и чтобы вот об этом думать, там, а не о своих проблемах, ты должна о своей мечте, потому что за мечтателем, как говорится, крутится вся эта планета. И вот, когда ты по цели долго не думаешь, ты начинаешь что-то для неё делать, да, не сразу, понятное дело, блин, ты миллион раз подкнёшься, и не бывает такого, что прям взял и так вот, даже я там, будучи там с первого раза выиграв чемпионат мира, до этого, боже мой, сколько я падала, сколько слёз я проливала, сколько у меня не получалось, и сколько мне хотелось сдаться и плюнуть, и сколько... Опустить руки, да. и сколько людей пыталось мне это препятствовать, сделать так, чтобы я ушла из спорта. Без этого никак, всегда будут такие ситуации приходить. Ну, у вас есть цель, и всё, вы идёте к ней. И поверьте, рано или поздно вот эти ступенечки, ступенечки, жизнь сама даёт, и я не знаю, как-то вот в итоге как-то вот раз-раз-раз, и всё. Круто понимать потом, что ты не сдалась в каком-то этапе, да? Да, да. Очень крутые слова, да. Твои спортивные успехи не оставили никого равнодушным, и ты не осталась без внимания. Знаю, у тебя последнее время есть контракт, да, с Биттера, да, если вы решиваясь. Расскажи тоже немножко, как давно ты с ними сотрудничаешь, есть ли у тебя ещё какие-то контракты? Ну, на самом деле, мы с ними сотрудничаем пару месяцев, очень интересно, у нас так получилось, очень интересные ребята, мне всегда приятно, что что-то такое новое появляется в моей жизни, новые люди, ну, это здорово на самом деле. Ну, плюс наши парни до этого мне ещё рассказывали, что они ставят как бы на себя, прикольно, когда спортсмен, да, выступает, и сам на себя ставит. Правда, единственное, что я спрашиваю сегодня, почему так мало как бы там, ну, так мало в себя верьте, ну, мало денег ставят. Ну, ладно, главное, что выигрывает, у них это окупается, поэтому риск оправдан. Да, риск, дело благородное. Про путешествия, да, ты говоришь, очень хочу путешествовать, это круто, это здорово, нужно путешествовать, это нам как ничто другое помогает. Расскажи, какие страны ты хотела бы посетить, да, может, какие страны ты скоро посетишь? Вот я могу приехать за границу, там, куда-нибудь на море, ни разу не подойти к морю, потому что я к нему, в принципе, равнодушна, могу полежать рядышком, почитать книжечку, не более того, мне нужно ездить, вдыхать, вот это вот всё, смотреть на этих интересных людей. Знаете, вот я смотрю на них и думаю, какая у них судьба, о чём они думают, мне нравятся всякие исторические, культурные, да, и очень важно, что я всегда изучаю, что именно там было, и вот я представляю, как там, что было много лет назад, как это происходит, это очень-очень интересно, я, в принципе, интересуюсь историей, это очень-очень здорово, потому что, особенно, ну, личности там, интересные исторические, вот, люблю поесть, конечно, без этого никак, да, кухню, вот это вот очень круто, конечно, мне хотелось. То есть на первом месте мы ставим с тобой Индию, да? Да, Индию. Такая страна контрастов немного, да, как я слышал. Контрастов, да, многие жалуются, конечно, что там, вот грязно там, кто любит вот полежать чисто, им, конечно, не интересно там будет. Не all-inclusive, да? Да, да, да. А не Турция с людьми вот этими. Да, то есть я, например, мне когда говорят, вот, что-то там на Мальдивы не поешь, я просто, ну, песок, и можно, что мне с этим делать? Вообще, меня же в депрессию вгоняют, если честно, в то время, как многие люди мечтают об этом, не знаю. Хотелось бы, конечно, тоже в Америке побывать, у них очень много интересных таких моментов есть. В каких-то определенных штатах или просто? Ну, хотя вот, честно говоря, у меня вот знакомые, как-то в Америке провели три месяца, они то есть делали, как так сказать, полный объезд всего потратить, турне, да, и там реально нескончаемый просто край, там туда надо ехать и смотреть. То же самое, как я была в Италии, была в Италии три недели, и это очень мало. Туда в какую деревушку не заезжаешь, это уже круто, да, вот эти ставни, вот эти вот домики, там вообще, вот эта кухня, люди прям, ну, чудесно прям. И раньше в древность, как бы, это же отдельные государства были, поэтому там везде все отличается, как бы, в разных регионах, поэтому, опять же, по Европе, не знаю, вот я когда туда приезжаю, у меня там отдыхает душа, они вот такие вот неспешные, у них вот эта фиеста, свобода, да, это у нас, мы все время спешим, опаздываем, постоянно в режиме гоу. Да, да, постоянно накаленные, такие спокойные, вот это спокойствие. И самое интересное, что они спокойные, успевают намного больше, чем мы постоянно. Да, и все успевают, и все у них хорошо. Мне еще раз хотелось бы повторить, вот опять же, по Италии, тоже поехать в Австрию, неплохо было побывать, тоже как бы. А если взять что-нибудь, вот ты говоришь, было много в Азии, да, а именно, если не брать как бойцовские турниры, а просто как отдых, да, может там какие-нибудь, там, Доминикана, либо там какой-нибудь Майорка, там, может, какие-нибудь шиншиллы, там, Мавриники. Вот Доминикане тоже, кстати, очень-очень здорово. Хотя, вот я была опять же в Китае, пять раз была, где-то мы поездили, где-то нет, я открыла для себя очень многое, потому что у нас, как говорят про Китай, вот это, где всё загрязнено, вот они живут на этих заводах там, да, умирают и так далее, а ты приезжаешь, и, оказывается, я была даже в городах, где запрещены бензиновые машины, например, то есть экологически чистые абсолютно, у них на каждом шагу засажено всё деревьями, на мостах висят эти вазоны с цветами, эти, ну, а представьте, мосты-то иногда по несколько километров длятся, и всё это вот завешено. Насколько они борются за свою экологию, даже у них есть такое, что сейчас строится где-то 500 футбольных полей, дабы к 50-му году они стали чемпионом мира по футболу, то есть они вообще не скромничают, да, и несмотря на то, что физически они, казалось бы, вообще к спорту не должны иметь никакого значения, у них короткие ножки, такое длинное тело в основном, но они в итоге как бы добиваются, старанием своим, да, упорством, добиваются, да, у них вот такие вот разработки, и, конечно, меня поразило вот всё, всё, что там было. По Белоруссии ты, может, путешествовала и не переходила с тебя, да? Конечно, я посещала определённые объекты. Сама ты родом не из Минска, да? Не из Минска. Мы знаем Екатерину, которая была там 5 лет назад, да, которая у нас сейчас, и мы хотели узнать Екатерину там в следующем году, там, через 5 лет. Есть какие-то у тебя планы? Ну, на данный момент у меня контракт всё-таки с такой организацией, как One Championship, на данный момент это самая топовая организация в мире, и в Беларуси почему-то об этом плохо знают, но на самом деле по просмотрам, по популярности уже обошло даже UFC по многим показателям, NBA и так далее. То есть они действительно бьют рекорды по многим просто статьям. Но это моя боль в какой-то степени, потому что за счёт того, что многие другие организации выпали из-за коронавируса, из-за политических там всяких моментов, данная организация выкупила всех мировых топов, то есть у неё боксируют все самые крутые бойцы Мирин. И это не просто конкуренция, когда каждый бой у тебя не на жизнь, а на смерть. Но даже это, к сожалению, сказывается на отношении, то есть с ними очень тяжело работать, у них очень много таких правил, которые, когда тебе просто до боя дойти, уже это надо выжить, и ты иногда приходишь в бой уже просто в истощённом состоянии. И проблемы с судейством как бы есть, но в то же время у меня такой характер, что не хочется сдаваться, хочется всё-таки идти дальше. Когда у тебя был последний бой? У меня был бой месяц назад. Где он проходил? Он проходил в Сингапуре, проиграла я по очкам, вот именно как-то получилось, именно вот это вот я хапнула. Когда ты выходишь в ринг, и тебе ничего не хочется, мы выезжали на бой в 4 утра. Выгорело? Да, до этого мы сдавали гидрэйшн-тест, знаменитый на лане, который меня просто коробит. Ну, чтобы вы понимали, это тест на гидрацию, то есть в твоём организме должно быть достаточное количество воды, и при этом ты должен быть в весе. Чтобы сдать гидрэйшн-тест, он сдаётся одновременно с весом. Ну, так скажем, у них был умер боец обезвоживание, они вот ввели такое правило. Чтобы этот тест сдать, ты должен 3-4 литра воды в день выпивать, и в том числе ночью я ставлю будильник, потому что ночью сильная гидрация падает. Без этого никак. И вот, идёшь ты с баночкой. В этот раз уже было два человека над твоим унитазом стоят, хватаются за ноги, чтобы ты просто, чтобы они всё видели. Ну, то есть это просто для меня как насилие. Я замыкаюсь, я не могу сдать этот просто тест, потому что на меня не извращенка, как бы, ну, представьте, меня это в жизни как бы никто не учил. Для меня это всегда проблематично, как бы, еле-еле сдала, как бы. Вот. И вот на бой выехали. Максирова с легендарной Айман Барроф, которая на данный момент самая мультитуловная, в принципе, спортсменка в мире. У неё одних только нокаутов, там, по профикам 38, как у меня, боёв 18. Ничего себе. И Айман, которая всегда летит, бешено бьёт, ничего не делала. То есть била один миддл, как бы, ну, боялась, как-то остерегалась. Ну, и я там била двойку. Она миддл, я двойку. Вот так миддл больше ценится. В принципе, дали ей победу. Вот такой бой, честно сказать, ни о чём. Поэтому очень важно всегда подходить к бою, чтобы вот здесь вот всё было хорошо. Ментально подготовиться. Это так важно. А когда ты выходишь, когда тебе уже ничего не хочется, то, в принципе, вот получается, как получается. Можно и не выходить. Да, лучше не выходить в таком состоянии. Хорошо, а ближайший бой, когда у тебя состоится? Есть какие-то там... На данный момент, ну, хотят, чтобы я летом побоксировал. Посмотрим. Где-то у нас в республике, типа? Нет, они проводят в основном в странах Азии. Где-то Сингапур, вот в Таиланде бывало, там, в Японии. Вот сейчас они выходят на рынок уже Америки. Потому что, в принципе, из-за чего мы выезжаем в 4 утра на бой? Потому что трансляция идёт на Америку. Очень за неё стали... Платная трансляция, да? Ну, есть бесплатная, в принципе. Но факт в том, что они за неё цепляются, поэтому сейчас вот на тот рынок тоже выходят. И посмотрим, где это будет. Ну, Беорусин вряд ли. А теперь конкурс. У нас будет три победителя. Катя, какой у нас будет приз с победителем? Ну, они проведут со мной тренировку. Совместную, да? Совместную. Условия конкурса достаточно простые. Вам нужно подписаться на наш Инстаграм Закод, на Инстаграм Екатерины и в комментариях написать, в каком виде деятельности Екатерина сможет добиться таких же результатов, как на профессиональном поприще. Результаты будут через неделю. Следите за нашим Инстаграмом. Кать, спасибо огромное за беседу, что нашла время прийти к нам на подкаст. Было очень интересно и приятно тебя послушать. И рады будем тебя видеть ещё. Спасибо, до встречи тогда. Пока. Друзья, спасибо, что были с нами. В комментариях пишите, кого бы вы хотели увидеть в следующем выпуске. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого ещё не сделали. Ставьте палец вверх. И да, нас можно слушать на Яндекс.Музыке. С вами был Андрей Гнащук. Всем пока.